По Петрозаводску гуляют собачки, исправляют свои естественные надобности, где хотят. Давно уже горожане возмущаются этим, как и тем, что благодаря неудовлетворительной вывозке мусора во дворах наших грязно и скользко. Именно поэтому за последние две недели шестеро собаковладельцев были оштрафованы в Петрозаводске за то, что гуляли со своими питомцами в неположенных местах. И 272 ржавых автомобильных кузова вывезли с наших улиц. А в остальном наша милиция, как заявил на планерке в мэрии начальник УВД города, занималась обычными своими вещами. Не допущено за две недели ни одного убийства и изнасилования. Причинение тяжких телесных повреждений 6 случаев, 1 разбой, 11 грабежей, 178 краш различной формы собственности. За медицинскую помощь обращалось 216 человек. Совершено 10 угонов автотранспорта. Но Андрей Юрьевич, несмотря на благополучные сводки, выразил неудовольствие тем, как город убирается. Более того, Петрозаводский мэр готов сколотить свою дворницкую бригаду и показать всем, как надо убирать мусор. Ну, может, Демин с астраханцем выйдут, бригаду составят, будут гордить вообще. Может, вас возьмем в бригаду. И еще одна радостная новость из Петрозаводской администрации. Там появился департамент социального развития. Как объяснил городской голова, для более четкой координации работы всех социальных служб города. Возглавлять новый департамент будет недавно вернувшаяся из Соединенных Штатов Людмила Косюк, бывший начальник управления народного образования. За океаном ее учили руководить аж в самом госдепартаменте. Или социальное различие. Чтобы...